Мероприятие подведения итогов началось по традиции с фойе Дворца спорта. Демонстрировались новые и наиболее успешные проекты, реализованные в Ленинском районе в прошедшем году. Были представлены стенды молодежных общественных организаций, спортивных и патриотических движений, проведены мастер-классы и дегустации новых продуктов. Мы их знаем, эти проекты связаны с библиотекой. Это проекты, связанные с работой молодежной среды. И вот я уже называл это квесты, это клоун Алекс, я считаю тоже значимый. Потом наши спортсмены, которые порадовали нас такими успехами, просто невероятными. В своем выступлении глава Ленинского муниципального района Олег Хромов обратил особое внимание, что экономика района занимает устойчивое положение и за год выросла на 4%. В 2017 году было зарегистрировано 1630 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 88 в промышленной сфере. В районе за отчетный период создано более 3,5 тысяч рабочих мест. Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях района за год увеличилась на 3 тысячи рублей и составила 61 тысячу рублей в месяц. Уровень официальной безработицы составляет всего лишь 0,4%. Глава района подробно рассказал о таких важных направлениях, как развитие социальной и дорожной инфраструктуры, сфер образования и здравоохранения, культуры и спорта. Особый акцент был сделан на освоение 3 миллиардов рублей, выделенных Москвой. За три года построено, реконструировано и отремонтировано 32 социальных объекта. 16 детских садов, 9 школ, 2 больницы, одно учреждение дополнительного образования в развилке, детская школа искусств, дом культуры, центральный стадион и отчистные сооружения. Ирина Плещева, начальник главного управления социальных коммуникаций Московской области, обратила свое внимание, что в Ленинском районе хорошо развиты молодежная политика и волонтерское движение. Она также отметила важность решения социально значимых вопросов, затронула и проблему ликвидации свалки. Ликвидация вот этой свалки, и не может не радовать, что уже сейчас в марте, это уже сегодня, считаю, в этом месяце, этот вопрос будет полностью ликвидирован, а судя по ролику, судя по тому, что писали в социальных сетях, проблема была глобальная, и здесь не нужно далеко ходить, видно, как все вопросы решаются. На встрече были определены приоритеты развития района на ближайшую перспективу. Планируется организация центрального водоотведения и реконструкция водозаборных узлов на территории новых районов. Запланирован капитальный ремонт дорог и многоквартирных домов. Продолжится работа по озеленению. Как отметил Олег Хромов, важным проектом для жителей Видного является завершение долгостроя на Олимпийской улице. Вот в эксплуатацию объекта намечен на конец текущего года. Также одна из основных задач на 2018 год – отслеживать выполнение планов по достройке проблемного объекта ЖК Булатникова. На мероприятии присутствовал депутат Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Фетисов. Он отметил, что у него сложился хороший рабочий контакт с администрацией Ленинского района. Могу сказать, что профессиональная команда Олега Владимировича, который знает за тот небольшой период времени, что он работает, все проблемы, все болевые точки, все, что необходимо сегодня жителям. В завершении мероприятия граждане, проявившие свою активную жизненную позицию, были отмечены наградами от Государственной Думы, Московской областной думы и администрации Ленинского муниципального района. Алексей Мельников, Владимир Андрианов, Елена Кошелева, Видное ТВ.